Замшелый мрамор царственных могил Исчезнет раньше этих веских слов, В которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, Мятеж развеет каменщиков труд, Но врезанные в память письмена Бегущие столетия не сотрут. Эти слова Шекспира оказались пророческими. Действительно, столетия не стерли написанного им. Он продолжает жить, Потому что в его произведениях воплощена Вся человеческая жизнь, Все то, что волнует каждое поколение, Обращающееся к его произведениям. К сожалению, мы знаем о Шекспире меньше, чем хотелось бы. Он, который так великолепно раскрыл перед нами человеческие души, По многому остается для нас загадкой. Лишь благодаря стараниям многих поколений исследователей Удалось установить основные факты его биографии, И сводятся они в основном к следующему. Он родился 23 апреля 1564 года В маленьком провинциальном городке Средней Англии, Стратфорде на Эйвоне. Первые годы жизни он провел там, Но лет в 20 он покинул родной город И отправился в Лондон, Где работал актером и писал пьесы. В зрелые годы он вернулся к себе на родину, И, по-видимому, последние 4 года жизни Он провел снова в Стратфорде, Возможно, из-за того, что был болен И не мог продолжать работу в театре. 23 апреля 1616 года В возрасте 52 лет Шекспир скончался. Вот это основные контуры его жизненного пути. Шекспир жил в эпоху, Которая получила название Возрождение. Это было во многих отношениях замечательное время. Феодальный строй вступил в полосу кризиса. Кончилось Могущество католической церкви. В Англии произошла реформация. Духовная диктатура церкви была сломлена. Люди стали дышать свободнее. Появилась мысль, Не скованная церковными Установлениями. И началось развитие философии, Науки. Культура пошла новыми путями. Она стала светской культурой, Свободной от влияния религии. Это было время, Которое, по словам Энгельса, Нуждалось в титанах. И породило титанов по силе мысли, Страстности и характеру, По многосторонности и учености. Одним из таких титанов Был Шекспир. Его могучая мысль Охватила прошлое, Настоящее, И даже заглядывала, Пыталась заглянуть В будущее человечества. Шекспир, художник, Сумел создать замечательные образы, В которых запечатлел свое время. Но вместе с тем Он показал нам человека Человеческое вообще. Деятельность Шекспира Протекала на театральном поприще. Театр в его эпоху Не пользовался таким почетом, Как в наше время. Профессия актера Считалась вообще очень низкой. И актеры для того, Чтобы их не зачислили В число бродяг, Вынуждены были записываться Записываться в слуги К какому-нибудь знатному лицу. Труппа, в которой работал Шекспир, Именовалась официально Слуги лорда Камергера. А впоследствии Сам король взял их Под свое покровительство, И труппа получила наименование Слуги его величества. Таким образом, Перед нами Деятельность человека, Который в свое время Не пользовался Большим почетом и уважением. Лишь будущее Оценило Шекспира И признало его Тем великим Человеком, Который стоит в первом ряду Людей человечества. Вместе с тем, Он был художником, Который работал для народа, Для общедоступного театра. Каков был этот театр? Этого мы бы не знали. Потому что Лет через 30 спустя После смерти Шекспира В Англии произошла Буржуазная революция Буржуапуритания, Которые Стали у власти, Уничтожили все театры. Но Благодаря стараниям ученых Удалось восстановить Каков был театр, Для которого писал Свои замечательные пьесы Шекспир. На основании чего Это установлено? Ну вот прежде всего Перед нами Карта Лондона Того времени. Вот посмотрите на нее. Сам Лондон находился На левом берегу Тензии. В той части, Которая Занимают Верхкарты. Там был город Лондон, Но в нем театры Не строили, Потому что Пуритане Запрещали создавать Там театральные здания. Театральные здания Находились За чертой города. В данном случае Это было Вот здесь На правом берегу, На южном берегу, Который вы видите Перед собой. Вот глядитесь Внимательно. Вот видите Здесь две Башни. Это два Театра, Которые были Расположены Вне тогдашнего Лондона И зрители Должны были По реке Переправляться На этот берег Или переходить По большому Лондонскому мосту Для того, Чтобы попасть В театр На представление. Разглядим Внимательнее, Что представлял С собой Театр, В котором Работал Шекспир. Вот он. Мы его Называем Глобус, Хотя точнее Было бы Переводить Это название Земной шар. Как видите Это здание Которое Не имеет Крыши. И это Естественно Потому что Тогда Представления Происходили В дневное Время. Искусственного Освещения Еще не было. В театре Судя по Трем Рядам Окошек Было Три Этажа Или Три Яруса. Что же Представлял Он собой Внутри? Этого Мы бы Не знали Если бы К счастью Не сохранился Рисунок Который Сделал Один Иностранец Попавший В Лондон Как раз Во времена Шекспира. Он Посетил Театр Который Назывался Лебедь И Зарисовал Внутренний Вид Этого Театра Зарис Зал Зарис 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 Для Составляли Своя Представление Для Которого Писал Свои Пьесы Шекспира При Всем Том Что он Казалось Был Очень Примитивным Но это Только На первый Взгляд На самом Деле Этот Театр С полным Правом Мог Называть Себя Земной Шар Потому Что Здесь Действительно На Подмостках Изображалась Вся Человеческая Жизнь Шекспир Шекспир Написал 37 Пьес Они Делятся В основном На три Вида Комедии Пьесы Хроники Из Истории Англии И Трагедии Первого Успеха Шекспир Добился Своими Историческими Драмами О Прошлом Родной Страны Это Серия Пьес Рассказывающая О Сравнительно Недавних Событиях В Истории Англии Ричард Второй Генри Четвертый Генри Пятый Генри Шестой Ричард Третий В них Изображены Эпизоды Из Кровавой Междуусобной Борьбы Происходившей Между Феодальными Баронами И королевской Властью И между Двумя Династиями Боровшимися За престол В этих Пьесах Борьбы 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 Стремившейся Захватить Власть В руки Желавшие Господства Над другими Среди Образов Созданных Шекспиром Особенно Большое Впечатление Производит Фигура Ричарда Третьего Это Был Король Который Пришел К власти Путем Кровавых Преступлений Он Славился Своей Жестокостью Коварством Хитростью И Беспощадностью Одного За другим Убивает Он Тех Кто Стоит На его Пути К престолу Он Не брезгает Никакими Средствами Но Это Не просто Злодей Это Могучий Характер Человека Наделенного Разнообразными Способностями Он Умен Хитер Хорошо Понимает Тех С кем Имеет Дело Умеет Их Перехитрить Использовать Их Слабости Воздействовать На них Один Из таких Эпизодов Мы с вами Сейчас Увидим Леди Анна Провожает Гроб В котором Лежит Убитый Ричардом Король Генри Шестой А еще До этого Ричард Убил Мужа Леди Анны И вот Ричард Встречает Эту Траурную Процессию Король Тебе Урод А злобным Пусть Пойдет В отца А если Он возьмет Жену То пусть В замужестве Она рыдает Горше Чем Я В своем Сиротстве Идовстве Кем Прислан Пойдет Пусть земля разверзлется под ним, Пошьет его, что наущеный адом Безвинной кровью землю напоил. Вам ведомы законы милосердия? Там сказано, за зло плати добром И проклинающих благословляй. Тебе, подлец, неведомы законы, Ни божьи, ни людские, Пожалеть способен даже самый лютый зверь. Я не способен? Стало быть, не зверь я? О, чудо! Дьявол истину изрял. Двойное чудо, ангел, разъярился. Позволь мне воплощение совершенств Себя перед тобой оправдать В злодействиях мне приписанных молвой. Позволь мне воплощение всех пороков Сто крат тебя проклятого проклясть За совершенные тобой злодействия. Ты прелесть, чего не выразит язык послушать, Дай мне вымолить прощение. Ты гнусностью постичь не в силах сердца повесься. Может быть, тогда прощу. Так поступив, признал бы обвинение. Так поступив, прощение заслужил бы, Достойно отомстив себе за то, Что недостойно истреблял других. А если я не истреблял? Вот как! Или живы все они? Они убиты. И кем тобой, мерзавец сатанец? Я мужа своего не убивал. Так жив он. Мертв, но он убит был братом. И ты не подавился гнусной ложью? Да разве королева Маргарита не видела, Как твой злодейский медь Дымился кровью мужа моего? Тому причиной злой ее язык. Грех братьев на меня она взвалила. Бывая тому причиной кровожадность, Ты и во сне одни убийства видишь. И короля убил не ты. Пусть я! Пусть я! Пусть! Ах, изверк, пусть! Так пусть тебя Господь Навеки проклянет за злое дело. Ладно, был он добр, великодушен. Чем Богу нужней на небесах. Да, он на небесах. Ты там не будешь. Но все ж пускай меня благодарит, Что я послала его туда, Ведь там он более, чем здесь на месте. Тебе одно лишь место в пору. Ах! Нет, есть еще одно. Сказать посмею. Тогда тюрьма. А нет! А нет! Твоя постель. Да не коснется сон твоей постели. Пока не сплюсь тобой, Не знать мне сна. Не знаю, вовек. О, леденная, твоя краса мне В снах моих внушила Придать мечу весь мир, Лишь для того, Чтоб час один Пробыть в твоих объятиях. Вот так, убийца. Тут же я ногтями Красу бы эту сорвала с лица. Нет, мне глядеть на гибель красоты. Вам на ней не дам я посягнуть. Она сияет мне, как миру солнца. Она мне светлый день. Она мне жизнь. Пусть вновь, как ни в твой день Смерть сгубит жизнь. Ни в день, ты и жизнь. Не проклинай себя. Пусть так, Лишь бы отнести Тебе. Своя, твоя вражда Природа оскорбляет. Ты мстишь тому, Кем ты любим и страстно. Я мстю тому, Кем голубит мой муж. Ну что, стойте на тебя, супруга. Хотел тебе дать лучшего. Супруга. Нет, в целом мире лучшего, чем он. Есть тот, Кто больше любит вас, Миледи. А где же он? Здесь. Зачем же ты плюешь? Хотел я Смертельно плюнуть ядом. Как не подходит. Яд к таким устам. Но как подходит яд К презренной жабе. Прочь с глаз моих. Затравил мне взор. И лучше бы мне сразу умереть, Чем заживо убитым быть тобой. Твои глаза из глаз моих и сторм. И соленый сок Постыдных детских слез. Бессильный скорбь над ними. Но всесильна твоя краса. Взгляни, я слеп от слез. На сердце сыпь мой нежных слов не знал. Не шел я с просьбой ни к врагу, ни к другу. Но вот теперь я раб твоей красы. И сердце гордо и смиренно слова подсказывает языку. Нет, не криви презрением этих губ. Они сотворены для поцелуев. Но не прощай, мстительное сердце. Тогда возьми вот этот острый меч. Пронзи в эту преданную грудь. И сторгни сердце полное тобою. Смотри, я жду смертельного удара. А смерти на коленях я молю. Чего ты ждешь? Я Генриха убил. Но виновата в том твоя краса. Немедленно же я заколол Эдварда. Но твой небесный лик тому виной. Мяч подними или подними меня. Тебе хочу я смерти, но не под силу быть мне палачом. Тогда скажи, я сам убью тебя. Уже сказала я. Сказала в гневе, но вновь скажи. И слово подчиняйся, моя рука, которая во имя любви к тебе твою любовь убила. Во имя этой же любви убьет неизберимо больше любовь. И двум смертям ты будешь сопричастна. Как знать, что в этом сердце? О том язык поведу. А боюсь, что он был живым. Тогда нет правды в людях. Вложи свой меч в ножны. Могу лежить надежды. Живут все люди ею. Тогда прошу, прими мои персти. Принять, не подарить. Смотри, как палец твой вошел в мой перстень. Так это сердце в грудь твою вошло? Прими их оба, ведь они твои. Со мной вы не проститесь. Как вспала. Сейчас у вас уменью льстить скажу. Вообразите, что уже простилась. А я предал торжественной земле прах Генрика VI и могилу слезами покаяния орошу по множеству причин. Об этом после молю согласие дать. Даю от всей души. Я рада видеть раскаяние полз ндняся. Большая. Кто женщину вот такой обольщая. Кто женщину оволаневал. Вот она моя. Хоть Скоро мне наскучно. Дядь, каково! Под ней явился я, Убийца мужа И убийца свекра. Текли потоком ненависти сердце, Из уст проклятия, Слёзы из очей, И здесь, в гробу, Кровавая улика. Против меня Бог! Совесть! Этот труп! Со мною никогда-то и не друга! Один лишь дьявол Разве до притворства! И, вопреки всему, Она моя? Как? Неужели ей позабыть? Её супруг, Славнейший принц Эдвард, Кого тому три месяца всего лишь Притюксбери в битве заколол? Природа на него не поскупилась. Другого рыцаря, что был, как он, Мудр, отважен, И хорош собой, И царственник, Не сыща в целом свете? И вдруг она склоняет взор К тому, Кто сладостного принца Скосил в цвету И дал ей вдовью долю? Ко мне? Кто весь не стоит Полой тварда? Ко мне, кто так Уродлив и убог? Ха-ха-ха! Нет! Герцогству против гроша поставлю, Что я даже не знал себе цены. Чёрт! Попери! Как это мне не странно, Я для неё мужчина хоть куда. Придётся, видно, зеркало купить, На ней подняже дюжину другую. Пусть приотенет этот стройный стад. Ха-ха! Ужас теперь в себе мы втёрлись в милость. Расседримся на нашу красоту. Пока я зеркалом не обзавёлся, Свети мне солнце, Чтобы целый день Мог лицезреть я собственную тень. Ха-ха-ха! Это только один эпизод из кровавой драматической эпопеи, в которой Шекспир показал, как в борьбе за власть люди уничтожали друг друга, все сметали на своем пути, чтобы захватить корону. Ну а теперь из этого мрачного мира мы перейдем в другой мир, созданный Шекспиром, мир его веселых, жизнерадостных комедий. Надо сказать, что комедии Шекспира явление совершенно исключительное в мировой драматургии. Ведь мы привыкли в комедиях видеть сатиру, осмеяние пороков, осуждение зла, изображаемого средствами сатиры. А в комедиях Шекспира этого нет. В этом смысле они очень отличаются от комедий Мольера, Грибоедова, Гоголя и Островского. В комедиях Шекспира перед нами мир не очень реальный. Это мир красивых, прекрасных людей, которые переживают необыкновенные приключения, иногда очень веселые, забавные, иногда мрачноватые, но все кончается здесь хорошо и благополучно. В комедиях Шекспира перед нами такая очень праздничная, веселая атмосфера. Здесь почти все персонажи это добрые, хорошие люди. Правда, с ними случаются всякие беды, иногда неприятности, но из всего они легко выпутываются. И главная тема комедии, конечно же, любовь. Изображение того, как влюбленные преодолевают препятствия и счастливо соединяются в конце. В комедиях Шекспира царит праздничная атмосфера, атмосфера веселья, благурства, шутовства. Да, вот типичный для Шекспира эпизод. Привет! Тебе и твоей музыки, дружище, так отбарабаниваешь всю жизнь, да? Нет, сэр, скорее отхрамываю. Да? А что, ты храмой? Просто имею в виду, что живу неподалеку от храма, поэтому говорю, что отхрамываю. Выходит, если король живет недалеко от реки, то он отрекается, а если ты стоишь недалеко от церкви в колпаке, так она тебя колпачивает, да? Совершенно верно, сэр. Подумать только, что нынче, за времена, любое утверждение для Зубоскала, что замшевая перчатка. Ничего не стоит вывернуть его наизнанку. Вот это точно, вот это точно. Если бездумно играть словами, они становятся легковерны. Поэтому я не хочу, сэр, чтобы у моей сестры было имя. Почему? Ими то же слово, если им играть, репутация моей сестры может стать слишком легковесной. И вообще, надо сказать, что слова стали сплошным жульничеством с тех пор, как на них навешали замки. Ты можешь доказать это? Сэр, без слов не докажешь. А слова настолько изолгались, что не хочется им доказывать правду. Слушай, да забавно и мало, кажется, ничто ни во что не ставишь, а? Нет, сэр. Кое-что я во что-то ставлю, но, честно говоря, не вас. Слушай, а ты не дурак ли, леди Оливия? Что вы, сэр? По части леди Оливии дураков нет. Вот когда леди Оливия выйдет замуж, у нее появится свой собственный дурак. Дурака так же трудно отличить от мужа, как селедку от сардинки. Только муж толще. Ну, а что касается тебя? А что касается меня, то я здесь не дурак. Мастер по порче слов. Да? Мастер по порче слов. Я не тебя ли видела недавно, у герцога Орсина? Дурость, сэр, повсюду гуляет, как солнце. Везде светит. Мне было бы жаль, если бы она реже встречалась у вашего хозяина, чем у моей хозяйки. Мне кажется, сэр, что я там же встречал и вашу мудрость. Да, 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 да. Если возьмешься за меня, придется ретироваться. Держи золотой. Сэр, вам не кажется, что если бы их была парочка, они могли бы размножиться? Да, особенно если их сложить и применить с пользой миледи у себя. Миледи у себя, сэр. Пойду, объявлю, откуда вы. Ну, кто я? Ну, кто вы такой и что вам надобно, это вне моего горизонта. Ну, все. Вне моей компетенции. Ну, все. Если бы это слово не было затасканным. Ну, дурак, умная, и дурака, да, это дело требует ума. Он должен знать того, над кем смеется. Он должен понимать людей. Время и бить без промаха. Любую птицу, как сокол, на охоте это дело не легче, чем занятие мудреца. И часто ум у дурака в руках, а умная остается. Так дуракка. Это сцена из фильма, спектакля «Двенадцатая ночь», поставлена театром «Современник», по комедии «Шекспир» этого названия. В ней, вы видите, типичного шекспировского шута. Шекспир любил вот таких мастеров выворачивать слова, мастеров шутить по всякому поводу, по любому поводу. Ну, видите, что у него достойный напарник для такой шутки. Это героиня этой комедии. Напомню, что в этой комедии изображается история, как брат и сестра, близнецы, во время кораблекрушения потеряли друг друга. Сестра попала в страну Иллирию. Для безопасности она переоделась в мужское платье и в качестве юноши поступила пажем ко двору герцога Арсина. Она сразу же влюбилась в красивого молодого герцога, а тот был влюблён в графиню Оливию и послал своего любимого пажа, то есть вот эту девушку Виолу, к графине Оливии с любовным посланием. Что из этого произошло, мы увидим в следующей сцене. Позвольте вашу руку, сэр. Покорнейший готов служить, мадам. Ой, 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 ой. Как вас зовут? Цезарьева принцесса, так именуют вашу слугу. О, сэр, моего слугу. Мир поскучнее у притворства, выдавая за любезность. Вы, милый юноша, слуга Урсина. Но герцог ваш слуга, я его слуга, слуги есть ваш слуга, мадам. На нём я и не думаю, он пусть лучше будет пуст, чем мною. Мадам, я к вам пришёл, чтобы вашу нежность вы обратили на него. Ну, прошу, не говорите мне о нём. Ну, если есть какое-то другое ходатайство, оно у меня прозвучит, музыка и спеха. Дорогая Левия. Ой, вот позвольте, я скажу. Тогда, недавно, вы здесь выказывали обаяние. Я вслед кольцо послала. Тем унизить могла себя, слугу, возможно, вас. Поступок мой достойно осуждения, когда с таким обдуманным коварством я навязала вам чужую вещь. Что вы могли подумать? Прихвоздить к столбу суровейших предположений могли бы репутацию мою. Ну, довольны, чтобы понять. Прикрыто сердце моё не плотью, а прозрачной тканью. Ну, что вы ответите? Я вас жалю. Ой, ну, это шар клюви. Не на йоту, ведь и врагов порой жалеем мы. Ой, ну, что ж, настало время улыбнуться. Как бедные бывают щепетивные. Да, если суждено бы чьей-то жертвы, то уж достойнее жертвы льва, чем волка. Теряю время. Юноша, не бойтесь, вы не нужны мне. Впрочем, кое-кто приобретёт хорошенького мужа, когда дозреют возраст ваш и ум. Ваш путь теперь назад. Эй, на запад. Приятного расположения духа. Есть что-нибудь для герцога у вас? Нет. Ой, постой. Ну, скажи, что ты подумал обо мне? Что вы себя считаете не тем, что есть на самом деле. А тогда я в этом же подозреваю вас. А вы правы, я не то, что есть. Ну, были бы тем, что я хотела. Да, разве лучше было бы, мадам? Возможно. И теперь я лишь игра. Ой, как прекрасно. Даже и на Снежка. В его устах презрительных и гневных лишь вор в потёмках заметает след. Любовь же выставлена вся на свет. Цезарю, тому порук и честь. Цветение розы, правда, всё, что есть. Ну, я так люблю рассудку вопреки, что не умею скрыть свои тоски. Ну, я знаю, вам не любить меня. Резонов тьма. Ну, сердце не зависит от ума. И довод в пользу всех моих признаний. Незваная любовь всегда желаю. Одна душа и правда мне дана. И женщина на свете ни одна не будет домхозяйкой. Господин души своей сердца, я один. Адьёй, мадам. К вам, герцога, слезу. Я больше никогда не принесу. Как видите, Оливия влюбилась в юношу, который на самом деле оказывается девушкой. Но у неё есть ещё один поклонник. Это незадачливый провинциальный дворянин сэр Эндрю, который дружит с дядюшкой графини. А этот дядюшка, сэр Тоби, типичный шекспировский мастер на всякие проделки. Он где-то сродни знаменитому шекспировскому фолькстафу. Тоже большой любитель выпить, пошутить, побалагурить. И вот он придумывает такую для себя забаву. Стравить сэра Эндрю с пажем герцога, который является графиней Оливии. Прошу прощения, я не помню, чтобы я с кем-либо поссорилась. Я уверяю вас, что это не так. Предмысль, если вы хоть чуть-чуть цените твою жизнь, приготовьтесь, чтобы себя оборонить. А кто это? Ну, это рыцарь. Вы знаете, в драке он сущий дьявол. На его счету три души, разлученном с телом. Его девиз так, или сяк, ты, или я. Да, в таком случае я вернусь в дом и попрошу леди провожать. Нет, уверяю вас, это не так. В данном случае возмущение происходит от явной обиды. Предпринимает, ну, приготовьтесь, дайте ему сатисфакцию. И ни шагу или шпагу. Драться вам придется, это решено, иначе век пусть не обнажать вам оружие. А вы бы не могли узнать у рыцаря, чем именно я его обидел? Потому что, ну, понимаете, нет, понимаете, это могло произойти... Господи. Могло произойти совершенно случайно, без всякого злого умысла, а? Пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, постарайтесь. Ну, я попробую. Попробуйте. Ой, я попробую. Фобиан, побудьте с Чантелем, пока я не вернусь. Хорошо, сэр. Простите, пожалуйста. Надам. А может быть, вам что-либо известно об этом деле? Сэр, я знаю только, что рыцарь в страшном негодовании против вас. Вплоть до летального исхода. А что это за человек, сэр? О, сэр, это один из самых кровожадных, самых опасных дручунов во всей Иллире. Да, да? Да, спокойно. Если угодно, мы пройдем к нему. Да что вы! А мне худой мир лучше доброй ссорами. Я не тянет прославиться, как зверяку. Да? Нет. Ко мне. Ну, знаете, этот панель, сущий дьявол. Я с родами встречал таких типов. Вы, знаете ли, здесь немножко с ним размялись. Ну, на рапирах, в ножках, конечно. Он, знаете, делает такими выпадами, что это просто невозможно. А при Батмане бьет так точно, что ноги не всплывают коснуться подошвами земли. Говорят, что он был учителем фехтования какого-то персидского шахта. Черт по дерью, я бы не хотел затеваться с ним. Я бы не хотел. Ну, так а теперь-то ничего не сделаешь? Да, это белая сволочь! Вы слышите? Я выпущу ей кишки! Вы слышите, Фабиан едва с ним справляюсь. Пусть он покончит дело миром. Пусть он покончит дело миром, а я подарю ему свою лошадку, своего чалого копилета. О-о-о! Ну, я не знаю. Вы знаете, ну, это все. О-о-о! Слушайте, стойте сюда. Стойте и стойте, как ни в чем не бывает. Это белая мышь! Я убью тебя! Ничего, я покатаюсь на твоем копилете, как на тебе самому. Я полчу коря за мирный урегулирование. Я убедил, что этот юнец чистый я. Сэр, а этот мальчишка, он так дрожит, как будто медведь за ним по пятам гонит. Чего не получается. Сэр, он решил с вами драться. Поэтому вот ваша шпага и его желание как бы исполниться. Но он обещал мне, поклялся, что вас не тронет. О, вы же правые, защите меня. Еще минуту, и я признаю, что во мне вообще мужского ничего нет. Сэр, если почувствуете, что он будет вас колоть, зарезайте наверх. Я залезу, как не налезу. Куда место? Юный джентльмен решил драться. По всем законам честь. Ой, у меня, у меня. Ой, ну не надо, ну не надо. Ой, ну не надо. Ой. Ой, ну не надо. Ой, ну и надо. Обедит. О, выгадает. О,adt 따라dies. О,adt сталкивание. Как богато, как разнообразна палитра красок Шекспира-художника. Когда он рисует мир феодальной вражды и злобы, то прибегает к суровым, мрачным краскам. А когда изображает в своих веселых комедиях молодых людей, стремящихся найти счастье в любви, то краски становятся яркими, прозрачными, пестрыми. Мы ощущаем, что это совсем другой, непохожий мир. И вот таков этот Шекспир. Уже в первые десятилетия своего творчества он предстает перед нами как мастер, которому в равной степени доступны изображения мрачных, трагических, ужасающих событий и веселых, жизнерадостных комедий. Творчество Шекспира за эти десять лет обнаружило все богатство возможностей этого замечательного художника. Он уже получил признание современных зрителей и знатоков искусства. Казалось, достигнута вершина. Никто из современников не мог соперничать с Шекспиром. Но он сумел превзойти самого себя в следующее десятилетие творческой деятельности, когда создал свои великие трагедии. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok